Ту работа, которую мы с командой проводим, с ребятами, они ее воспринимают и стараются воплотить в игре. Вот сегодня это удалось. Я очень рад за ребят, на то, что они добились победы и показали хорошую игру. Контролировали мяч больше, владели инициативой в первом тайме, быстрый гол забили. На каждой позиции индивидуально выиграли у соперника, поэтому и одержали победу в матче. Я бы отметил умение в командных действиях передавать друг другу мяч. И все это делалось в хорошем темпе, на хорошей скорости и воплощало все в забитые мячи. Судя по всему, победа в Питере в прошлом туре как-то встряхнула команду, вернула ее уверенность. Ну да, ребята поверили, что они могут играть хорошо и могут добиваться хорошего результата. Хотелось бы стабильности, потому что и по сегодняшней игре, ведя 3-0, немножко было расслабление. Вот к этому их призываем, чтобы они быстрее взрослели и свои победные матчи доводили до конца. Череда поражений была, черная полоса не везло чуть-чуть. И победы, вот такие как в Питере, добавляют уверенность, конечно. Сегодня совсем по-другому вышли, по-другому начали играть, более уверенно. Крупный счет, он действительно соответствует разнице в классе команд? Да, я считаю, что в первый тайм мы полностью переграли соперника у нас. И помимо того, что мы три мяча забили, еще были моменты. Так что считаю, что счет соответствует. Ты сегодня отметился дублем, уже не первый раз в этом сезоне следишь за своим бомбардирским счетом? Конечно, слежу, стараюсь сбивать как можно больше. И хорошо, что пока получается. В курсе, что ты вышел вместе с Камилем Мулиным и нападающим Анжей Сердаровым на первое место с 8 мячами? Нет, честно, этого не знал, но сейчас сказали, рад этому. Правильным будет утверждение, что Панайот Хартьяде стучится в двери основы. Или пока рано так говорить? Ну, я бы очень хотел. И думаю, что он в том состоянии, в котором он мог бы попытаться составить конкуренцию игрокам основы. Как добиться стабильности, когда команда не очередует удачные серии с неудачными, а играет более ровно? Я думаю, это работа тренера, психология, общение с ребятами. Именно убеждение в том, что футбол играет люди со стержнем. Поэтому то, что мы стремимся добиться, я думаю, что мы придем к тому, что будет играть более стабильно. Продолжение следует...